Всем привет! С вами Молодежный Микс и я, Аиша Тамарова. В рамках празднования столетия со дня образования ДССР в музее имени Тахаготи открылась выставка стилизованных национальных костюмов народов Дагестан. Все подробности смотрите далее. В музее Тахаготи представили более 10 национальных костюмов. Все они одна краше другой. Глаз не отвести. Впрочем, чего говорить, когда можно просто любоваться. Нужно отметить, что все платья были сшиты не профессиональными мастерами, а самыми простыми студентками творческих университетов. На каждый наряд отводилось не так много времени. Самым тяжелым стал костюм Андейки. Особенно много времени ушло на создание голубного убора. Он довольно сильно отличался от всех представленных на выставке. Мы делали реконструкцию по иллюстрациям немецкого художника Макса Тильке, который работал на Кавказе еще до революции, где-то в 1910 году. Он делал иллюстрации всех костюмов народов Кавказа. Не только Дагеста. Мы по иллюстрации сделали вот эту реконструкцию. Напомню, выставка национальных костюмов приурочена ко дню празднования столетия со дня образования до СССР. До 30 января посетить мероприятие сможет любой желающий. Изобретение – основа прогресса. Эта деятельность связана с творчеством, а изобретают не только взрослые, но и дети. Кстати, ежегодно 17 января отмечают международный праздник – День детских изобретений. Исправляют его педагоги, воспитанники и их родители. В нашей студии побывал вместе со своим наставником юный изобретатель Нух Муртузов. Смотрим. Здравствуйте, Исуп. Здравствуйте. И привет, Нух. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 15. 15? А как давно ты в Кванториуме? Уже около трех лет. Скажите, пожалуйста, а много таких ребят у вас? Да, действительно, очень много ребят. У нас, мы уже как три года работаем, больше трех лет, да? У нас много направлений. Я вот, например, веду аэронаправления. У меня чисто проектников шесть человек. А помимо моих шесть, есть еще шесть направлений у нас в общем. То есть, если все это суммировать. Ребят очень много, очень много талантливых ребят, которые делают свои проекты. Очень интересные, очень актуальные проекты. Какой проект Унуха? Или давайте даже так, сколько проектов Унуха? У Унуха три проекта уже, которые более-менее такие интересные. Ну, наверное, лучше сам Унуха, если расскажешь, да? Да, давай, ты нам расскажешь. Расскажу о недавнем проекте, который участвовал в «Шаг в будущее». Это дрон для 3D-сканирования моделей. Его задача – это облетать объект, создавать более точное и объемное изображение объектов с различной высотой. Ее можно использовать, допустим, в Дагестане часто можно видеть то, что в горных районах поставлены камнепады, оползни. Или же люди переселяются в города и села, тем самым забывая свои достопримечательности. И с помощью этого проекта можно предотвратить опасные ситуации или же создать 3D-модели памятников для будущего. Для будущего поколения, да? Для будущего поколения. Скажи, пожалуйста, а как тебе в голову пришла такая идея, чтобы создать вот такой вот проект? Ну, сначала я думал о создании проекте. И сначала находил, какие у нас проблемы в Дагестане. И я часто замечал то, что в новостях или где-то в других местах я слышал то, что бывает часто камнепады, или когда проезжал в горных районах, сам сталкивался с такими проблемами. Как ты думаешь, сколько ты еще будешь работать над дроном? Ну, примерно около 6-7 месяцев. А сколько работаешь уже? Тоже около 6-7 месяцев. В общем, проект уйдет где-то около года. То есть вот столько сил, все это вкладывается только в один маленький дрон, да, который вот в дальнейшем? Да, потихоньку уже можно. Кто помогает вообще тебе? Мой учитель, преподаватель Максим Батвич. А ребята? Ребята. Ну, я пока один делаю этот проект. У нас просто у каждого свой проект. Ну да, они, конечно, взаимодействуют между собой, помогают друг другу как-то в программировании. Есть кто-то сильно в программировании, кто-то в сборке. Но просто сейчас у всех, у каждого свой проект, и они как-то именно каждый на своем больше работают. Хорошо. А ты помнишь свое первое изобретение? Что это было? Первое? Честно, не помню. А вот в Кванториуме что, первое изобретение? Тоже не помнишь? В Кванториуме было сопло. Это что? Это вентилятор. Но этот проект, думаю, он был хороший, но были много недоработок. И самое интересное, я, наверное, думаю, это светофор. Слушай, а вот был такое, что какой-то проект у тебя, вот ты долго-долго работаешь, и не получается? Или еще не было такого, что ты на полпути бросил, потому что не получалось? Нет. Лучше проект завершить до конца. Но не было, да, таких ситуаций, что... Ну, были мысли закончить. Ну, лучше заканчивать свое дело. Нет, один проект все-таки был. Просто так получилось, что мы одновременно взялись за два проекта, и потом в конце решили выбрать именно вот дрон-светофор. Помимо, вместе с дрон-светофором у нас был еще один проект захвата, но там было очень мало времени нам дано, и мы просто решили выбрать, который более актуальный. А вот что со вторым проектом, который не... Он пока еще зависит, но тема тоже довольно актуальна, а мы, скорее всего, уже, когда закончим с этим проектом, наверное, приступим к нему уже. Бывают ли у вас соревнования и где, какие? Да, соревнований очень много в действительности. Я даже не буду говорить именно за наши региональные. Очень много всероссийских соревнований, на которых мы участвовали уже с первых дней открытия, мы участвуем в них. Ребята занимают призовые места. Единственное, только в этом году из-за карантина мы очень много пропустили мероприятий, да. Но вот сейчас уже в будущем намечаются еще и WorldSkills, и Шустрик, и еще много соревнований. Ребята действительно очень талантливые. Я даже сам удивился, когда поехал и ездил на соревнования, и вижу, как наши ребята выступают. Я очень довольна им. А в онлайн-формате соревнования не проводились? Нет, в онлайн-формате тоже, конечно, были, но аэронаправление, оно как бы онлайн не очень, потому что там же нужен дрон, и там, наверное, больше онлайн они идут IT, VR, где именно программирование. У нас больше работа с самим аппаратом, с самим устройством, поэтому у нас онлайн мероприятия. Ну вот вы часто говорите о аэронаправлении, а вообще какие направления есть, и как они обозначаются? У нас всего шесть направлений, это VR, виртуальная реальность, там дети делают игры, делают сами, строят виртуальные миры, промдизайн еще есть, там они занимаются дизайном промышленным, придумывают дизайн, есть робонаправление. Роботы, да? Хорошо. А у Нуха есть призовые места? Есть у тебя? Да, есть. Какие? Шаг в будущее, призовое место, второе место. Шустрик, победитель. Всероссийского уровня причем. И все пока. Ну дальше что планируешь еще после дрона создать? Наверное, что-то есть у тебя на уме, да? Пока нет. Сейчас очень сильно завалили в школе вот именно экзаменами, ЕГЭ, и они даже вот готовятся к этим проектам практически не успевают, мне приходится сила их завлекать в кванториум. Кстати говоря, вот хороший вопрос. А как ты это вот все сочетаешь, скажем так, ты утром ходишь в школу, потом быстро после обеда бежишь в кванториум, вот это не сложно для мальчика там в 15 лет? Нет, сейчас я пока в последнее время не ходил, потому что я сейчас был занят олимпиадами школьными и учебой пока что. Так еще отличник, да, получается, в школе? Я еще не отличник, но хочу им быть. А какие отметки? Ну, есть четверки. Хочешь приветы передать своим преподавателям, одноклассникам? Привет всем. Хорошо, я думала, они тебя услышали. Много ли ребят у вас в кванториуме? Честно сказать, вот в последнее время из-за карантина у нас мало детей ходят, и, видимо, все-таки родители боятся отправлять. Но в первое время, как мы открылись, было очень много детей. Было даже, что мы вот ребят, у них не было места детям, мы их заранее записывали на следующий модуль, за месяц-два записывались. Но есть, конечно, направления такие более интересные, более актуальные, там всегда бывает набор. Например, робо, найти, у нас всегда бывает перебор детей. Есть направления, куда уже поменьше детей ходят. Но в любом случае, вот именно вот за последние события, да, чуть, конечно, уменьшилось. Из-за карантина все-таки сложновато работать. Да, 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 конечно. Даже одно время мы даже думали, что, может, перейдем на дистанционный, вот при переходе на дистанционный. Вот, как я хотела спросить про дистанционный. Дистанционный тоже очень сильно повлияло детям, им просто надоело сидеть за компьютером, и они хотят работать руками. И когда им сказали, что вот мы переходим на дистанционный, это для них был траур, честно говоря. Ну да, удар, конечно. И все равно, мне кажется, детям куда проще чем-то заниматься, нежели смотреть. Нет, на самом деле, дети ходят, им очень интересно, они очень увлечены. Они у нас бывают дети, которые даже домой не хотят уходить. Хорошо, спасибо большое, суд, за то, что вы пришли. И, ну, к тебе, конечно же, удачи с твоими проектами. И я надеюсь, что это наша не первая и не последняя встреча. Надеемся, да. Вам спасибо. В России началась массовая вакцинация от COVID-19. Прививки теперь делают не только врачи и учителя, но и все желающие. В соцсетях активно обсуждают, стоит ли ставить прививку или все же подождать. Съемочная группа нашей программы тоже попыталась узнать ответ на этот вопрос у горожан. Как вы относитесь к вакцинации? Каждый человек имеет право, имеет право выбора. Но я лично против вакцинации. Знаю значение вакцинации не только в данных случаях, как и в предыдущих случаях и против многих-многих заболеваний. Я всегда относился к ним очень положительно и всегда выполнял эти назидания и все указания. И согласно инструкции делали эту вакцинацию всегда. А в данном случае несколько отличается тем, что кое-какие измененные варианты, мутированные формы, там возникают сложности. Там, конечно, могут быть какие-то, какие-то могут быть неэффективные моменты. Но на эти моменты надо учитывать, а учитывать эти моменты не все знают. Поэтому какие-то сомнения возникают у народа, что это не надо или не надо. Если даже в данном случае этому человеку это может быть не поможет, а в дальнейшем, если подбирать, как полагается, это как следует помогает этим людям. Я против вакцинации, потому что лично я, лично мои знакомые, мои родственники сталкивались с тем, что вакцина, она очень плохо подействовала. Это смотря какая вакцина. Я хотела бы знать, эту вакцину один раз делаешь на всю жизнь или нужно тоже каждый год, как от гриппа делают, вот это интересует. Потом вот это последствия, чем это нам грозит. Я бы хотела, сразу как-то боишься делать. Ну, в вакцинации я отношусь, наверное, к этому нейтрально, можно сказать, даже не отрицательно, не положительно, так как состав самого препарата мне не дозволено узнать просто. Чисто из-за этого я отношусь, можно сказать, нейтрально. Пока еще думаю. Трудно сказать как-то однозначно, но в процессе обдумывания этой ситуации. К вакцинации я отношусь положительно, так как это очень важно для населения в целом, чтобы больных было как можно меньше. Ну, а на этом у меня все. С вами была Ишат Амарова. Увидимся ровно через неделю в это же время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok